В такой госслужбе делать нечего. Бывший госинспектор труда прилюдно разорвал свой сертификат корпуса Б. Таким образом, он выразил свой протест против действия руководства Департамента по контролю и соцзащите. Людмила Батюшкина с подробностями. Ерлан Дюсенбаев тот самый чиновник, который инициировал скандал летом прошлого года. Он написал заявление в агентство по делам госслужбы на своего начальника, который обзывал подчиненных с финопасами и прочими нелицеприятными словами. За это руководителю Департамента контроля и соцзащиты Асхербеку Шентасову сначала объявили строгий выговор, а позже уволили. Но не остался на должности и сам Дюсенбаев. При передаче госинспекторов из ведомства Минтруда в аппарат Акима области его должность сократили. Его уволили без выходного пособия. Он выиграл суд, но руководство подало на апелляцию. Это всегда позиция Министерства труда. Обжаловать даже заранее их, зная, что они проиграют суд, они будут оспаривать любое решение суда до последней инстанции. Это делается для отсрочки их обязательств. То есть наши граждане иногда судятся по инвалидности, по выплату, по пенсионным отчислениям. К сожалению, даже если госорган допустил ошибку, они никогда этого не признают. По словам Ерлана, сама реорганизация департамента прошла с нарушениями закона. Инспекцию по труду, которую выделили из департамента и передали под крыло областного Акимата, оформили задним числом, почти на месяц позже предписанного срока. Бывший чиновник заявил, что разочаровался в госслужбе, хотя и сдал тестирование на высший балл и имеет право занимать должность на уровне начальника управления. Обидно в данной ситуации, что как государство вообще обходится с государственным служащим, да и вообще с гражданами. У меня сложилось впечатление, что любую должность начальника управления можно занять, либо если у тебя есть арашка, либо если у тебя есть большие деньги, то я считаю, что просто на госслужии делать нечего. Поэтому вот мое отношение к государственной службе. Данный сертификат, я считаю, просто показуха государственной службы в той системе, которая у нас существует. Бывший госинспектор труда заявил, что не собирается возвращаться на госслужбу. В свою очередь, руководство департамента прокомментировало, что Ерлану Дюсенбаеву предлагали должность руководителя отдела контроля трудового законодательства по Балхашскому региону, но он отказался, поэтому действия Ерлана Дюсенбаева считают необоснованными.